Так, ну что, надо уже закончить этот влог, который я начинала еще 9 мая. Сегодня у нас уже 21 мая. Я все никак не закончила. Так, вот, неоновые губы в камеру получились. Так, я собираюсь, как обычно, воскресная болталка. Она, правда, будет небольшая, потому что мне нужно убегать. Совсем скоро придет наша кума. Вчера ее не было, потому что она работала на Коле на день рождения. Мы отметили Коле на день рождения хорошо, тихо, по-семейному, все как обычно. И наедет шелков, тортик очень вкусный, тортик лимонный был, нам так понравился всем. И, кстати, малокалорийный, и не сильно сладкий, как я люблю. Вот, тем более, девочки меня просили протестировать вот такой вот BB-крем 10 в 1 от Чистолини, который попался мне в бьюти-боксе. Вот, я его сейчас вместе с вами протестирую, правда, я уже им давненько пользуюсь, но девочки просили показать, поэтому я покажу. Ну, и вот такой у меня еще есть крем от черного жемчуга, но, наверное, уже в следующий раз. Хотя они очень-очень между собой похожи. Так вот, мы собираемся сейчас за джинсами Коле. Коле нужны срочно джинсы, у него все джинсы порвались. Вот, ему вчера подарили денежку, и надо купить ему джинсы пойти. И хочу ему сумку еще какую-нибудь на лето, потому что его сумка тоже уже приказала долго жить, как говорится. Вот так что я спешу. У меня буквально полчасика, чтобы с вами поболтать, рассказать вам о новинках Клеона, книжке, которую я прочитала, и быстренько накраситься вместе с вами. Итак, значит, вот такой вот BB-крем «Идеальная кожа» от Чистолини вышел. У них вообще обновилась линейка. У меня целая коробочка от Чистолини, Pure Line называется она теперь, и я поэтому вам потом ее покажу. Сейчас пока протестируем вместе с вами вот эту новиночку. Значит, вообще у нас обещают здесь идеальное покрытие, растительные пигменты, SPF 10, экстракт розы, подстраивается под тон и тип кожи. Это BB-крем, который подходит для тех, у кого практически идеальная кожа, которым надо слегка-слегка подровнять тон лица. Так, и все, так я скажу. Значит, он вот такой вот довольно светлый. Вот я люблю потемнение тональники, конечно. И что я могу сказать? Что он совершенно-совершенно ничего не перекрывает. Он мне, кстати, очень сильно напомнил. Очень сильно напомнил вот такую вот базу от Juntime. Очень похож и по цвету, и по текстуре, и по тому, как он выглядит на лице. Это просто как база под макияж для меня. Вообще, не знаю, кому он может подойти. Скорее всего, девочка молоденький, у которых такая молоденькая, без несовершенств кожи. Если у вас есть пигментные пятна, как у меня, например, или вам что-то нужно перекрыть, то, конечно, вряд ли он вам понадобится. А вы знаете, те, у кого хорошая кожа, летом не любят загружать кожу, вот для этого он, в принципе, подойдет хорошо. Его, кстати, хорошо наслаивать. Он очень приятно пахнет, действительно, розой. Такой приятный аромат розочки ненавязчивый. Вот, но он все-таки совершенно-совершенно неплотный. У меня сейчас кожа, надо сказать, выглядит неплохо. Она мне нравится. Но все-таки я люблю, когда у меня немножко более плотный тон на лице. Хотя, в принципе, я вот так вот смотрю на себя. И, в общем-то, и неплохо. Да. Может быть, я слишком придирчива, конечно. Но, в целом, мне просто интересно, сколько он будет стоить. Потому что, если он будет стоить до 200 рублей, то, в принципе, да, можно приобрести, попробовать его. И, если на лето не хотите перегружать кожу, то он вам, в общем-то, должен понравиться. Такое легкое покрытие, которое слегка-слегка выравнивает тон кожи и придает такое сияние. Небольшое, видите лицо, как сиять ничего. Ну, к тому же, тут есть небольшой SPF. Ну, в целом, неплохой, да. Но я все-таки добавлю свой любимый коллаген. Тон коллаген, который, вернее, который я уже никак не могу закончить. Ему уже года три, наверное. Но зато он дает такое тонкое, но хорошо перекрывающее покрытие. Все-таки мне надо мои пигментные пятна, которых, в принципе, не так много. Слава тебе, Господи. Но надо их перекрыть. Итак, дочитала я книжку Олегароя. Кот личного счастья называется. Она такая не сильно толстая была. При желании можно было его прочитать за один-два вечера, честно говоря. Потому что читается, как и все книги Олегароя, очень легко. Книга сама по себе интересная. Про трех подруг, как они нашли свое счастье перед канун Нового года. Ее, наверное, хорошо читать как раз перед Новым годом. Для тех, кто хочет какого-то новогоднего чуда. Когда перед Новым годом всегда нам верится в чудеса. Ну вот, это как раз книга про то, как три подруги, довольно-таки уже в возрасте, по 30 с чем-то лет им. И у всех сначала в жизни какие-то там проблемы. У одной там личность жизни не устроена, у другой в семье. Ну там хобби у нее какое-то появилось новое. У третьей вообще сын подросток вредный, который ушел из дома, она не могла его найти. Вот. И вот в канун Нового года случается чудо. И каждый из них находит код личного счастья, как говорится. Ну то есть случаются чудеса. Знаете, я когда читала, у меня такое было ощущение, что я смотрю какой-то сериал по России один. Знаете, вот такие вот из области про золушек. Когда золушки находят своего принца, и в них все чудесно-расчудесно. В общем, значит, для тех, кто любит читать про сказку, так скажем, интересное, да, читается легко, но уж слишком такое, уж слишком такое легкомысленное, так скажем, чтение. В отпуск, например, взять эту книгу самую, то читается легко, быстро, интересно. Вообще, книги Алия Гороя я люблю. Поэтому, в принципе, могу посоветовать. Но я уже повторяла не раз, люблю, когда есть какая-то детективная составляющая в книгах. И когда какой-то более заковыристый такой, ну, не слишком банальное чтиво, так скажем, я люблю. Поэтому не знаю, буду я еще покупать книги Алия Гороя или нет. Вот, сейчас хочу тоже несколько книг заказать. Видела сегодня у Иришки Фу Юрия несколько разных интересных книжек. Вот, поэтому хотелось бы почитать. Надо в отпуск что-то будет взять себе какую-то книгу. Есть несколько книжек осталось, но они... Одна книжка про Рождество, которая сейчас вообще не актуальна. Хочется что-то про лето, про отпуск. Надо что-то такое. Так, вот такой вот у меня получился макияжик. Вспомнила про свои денюшки Релуи. Такие вот сиреневые, красивые. Вот, давно имя не красится, зато, думаю, по сиреневым свитерам взяла. Думаю, надо про них вспомнить как раз. Классные они. Итак, расскажу вам уже про свои новиночки от Клеона. Уже говорила много раз, что обожаю эту марку натуральную. Мы с ней дружим много лет. Вот, и очередные новинки. Во-первых, у них изменилась упаковка. Оформление у всех скрабов. Я уже пробовала клюквенный, кофейный. Потом какой-то кукурузный или, по-моему, а с какими-то специями восточными. У них замечательные скрабы. Если кто-то любит хорошие такие натуральные скрабы, сахарные именно, не солевые, которые щипят кожу, а именно сахарные. Ой, я прям открыла, и уже слюнки берут. Так они натурально и вкусно пахнут. В общем, вышло у них три ароматные новинки. Это bubble gum scrub. Вот такой вот. Это увлажняющий скраб. В таком вот голубо-мятном оформлении. Градиент. Все качественно сделано. Этикетка уже такая, которая не подается, не страдает, в общем, от воды. В составе сахар, морская соль, но больше здесь сахара именно. Он вообще не щипит кожу совершенно. Затем масла, очень много разных масел. Оливковое, кокосовое, карите, миндальных косточек и так далее. Очень бережный, очень приятный, но он такой, как более сухой скраб. Это не скраб, который на мыльной основе, который можно мыться. Нет, он такой именно, как сахар, просто сахар с ароматными маслами. Вот. Я его немножко смешиваю с гелем для душа. Такой получается классный скраб уже, который можно и мыться, и скрабировать одновременно. Вот. Потому что так, если пользоваться им, то он немножко осыпается, конечно. И когда он падает на дно ванны, очень обеих становится. Такой ароматный скраб терять. Скрабирует обалденно, бережно, деликатно. Совершенно-совершенно не щипит кожу. Делает кожу гладкой и бархатистой. Удаляет омертвевшие клетки. Так, хорошо разглаживает, выравнивает рельеф и повышает упругость. В общем, скраб мне очень-очень понравился. Вот этот именно, который баблгам, он пахнет жвачкой. Вкусной, детской, вот именно такой вот. Жвачка из детства какой-то. Баблгам, вот тутифрути, что-то такое. Очень-очень приятный скрабик. Второй скрабик, который у них появился, вот так и называется тутифрути. Это уже натуральный скраб для тела, питательный. Он уже выглядит следующим образом. Смотрите, сколько здесь масел. Немножко даже масло отделяется от самого сахара. Пахнет уже... Ой, какой-то очень приятный тоже фруктово-жвачный аромат. Даже не знаю, похож на тот, но этот уже больше с фруктами. Запах. Состав у него точно такой же, с большим количеством масел, сахар, морская соль. И он точно так же замечательно скрабирует кожу, делает ее гладкой, бархатистой. В общем, очень понравился. Идкрейте, скраб, который у них появился, это уже омолаживающий скраб. Такой вот с зелено-желтым, зелено-желтым градиентом оформления. Очень красивая. Это сладкая карамель. Здесь идет ароматизатор карамель. В общем, этот скраб коричневый. Вот он уже так выглядит и пахнет действительно такой сладкой, вкусной карамелькой. Ой, тоже очень приятный, сладкий, сказочно-ароматный скрабик. Состав у него много масел, сахар, соль. Все. В общем, они очень хорошие по составу. Замечательные сахарные скрабы. Поэтому обязательно ставлю ссылочки, где можно их приобрести. Стоят они недорого. И обязательно-обязательно присмотритесь к этим новинкам от Клеона. Также у них появился новый гель для душа. У них у всех гелей для душа изменилось оформление. Стало такое лакомичное, стильное. Я пробовала все гели для души, которые есть у Клеона. И мне нравится, что они мне не сушат кожу. В отличие от других гелей, вот именно таких, вот не кремовых, эти не сушат мне кожу. И вот у них появилась такая новинка. Это Дюшес. Здесь 250 мл. Это натуральный гель на основе гидролата зеленого чая и фруктового экстракта груши Дюшес. Действительно, он пахнет настоящей, сочной, сладкой грушей. И лимонадом Дюшес. Очень приятный аромат. Я сейчас с огромным удовольствием им пользуюсь. Вот уже столько использовала в душе. Он хорошо пенится. Он бережно очищает кожу. Как я говорила, он совершенно не сушит мне ее. Легко смывается. Мне оставляет пленки какой-то. После него кожа увлажненная, бархатистая. И очень приятная на ощупь. Так что тоже присмотритесь к этой новиночке, кто любит аромат сладко-вкусного Дюшеса. И последнее, что у меня было. Это не новинка, но у меня еще и такого не было. Так как у нас близится лето, отпуск. У меня появилась еще вот такая солнцезащитная двухфазная эмульсия для тела с SPF 30. Обязательно возьму ее с собой в отпуск. Она такая жиденькая. Я, конечно, ее еще на природе не использовала. У нас еще не настолько жарко, чтобы пользоваться солнцезащитными средствами. Но я ее протестировала. Смотрите, она как мелко распыляет. И что мне понравилось. Она, в отличие от каких-то масел, таких более питательных кремов каких-то, которые оставляют тяжесть на кожу, какую-то жирность. Это действительно эмульсия. Распыляется прям в дымку. Гляньте, вообще распыляется в дымку. Его даже не видно на коже. Его можно обновлять. И эта эмульсия имеет степень защиты 96,7%. Что не может не радовать. У нее не липкая текстура. И на нее не будет липнуть, например, песок. Она быстро впитывается и не оставляет какой-то жирной пленки на воде. И желательно ее нанести за 20 минут до выхода на солнце. Я обычно так всегда дома наношу, а потом уже иду на пляж. В общем, обладает высокой эффективностью, высокой степенью защиты от ОФ-лучей. Создано на основе ОФ-фильтров последнего поколения. Вот так что не может не радовать. Ну, прям такая жиденькая-жиденькая. Класс. Обязательно-обязательно возьму ее с собой в отпуск и буду там пользоваться. Тогда уже дам свое окончательное мнение, если будет кому-то интересно. Вот такие вот классные новиночки вышли у марки Клеона. Так, вторая коробочка New Beauty Box. Также совместно с VDigital.ru. И она совместно с чистой линией. Тут новинки всякие чистой линии. Сейчас давайте миксер с вами. Она для нарядной, салатового цвета. Я такой первый раз вижу, кстати. Не было такого еще никогда. Ну, в общем, моно коробочку первый раз включаю. Так, увлажняющая сыворотка 10 в 1. Вот такая вот для волос, я так понимаю. Питание для самых кончиков. Интересненькое оформление, конечно, у них стало сейчас. Учистая линия обалденная. Просто этот градиент, я от него балдею. Так, вот VDF. Это жевательная резинка с цинком со вкусом мяты. У меня такая была уже. Я сыну ее отдала, он ее уживал с удовольствием. Так, вот такая вот концентрат-активатор роста волос 10 в 1. Я так поняла, это на корни волос теперь нужно. Тоже головы, стимулирует рост волос. В общем, противопадение. Ну, посмотрим. Так, дальше вот такой вот крем-флюид для лица с гиалуроном и витаминами. Кстати, какое оформление приятное. Даже не скажешь, что это чистая линия. Ну, пластик, правда, но выглядит очень даже так цивильненько. Да, молодцы. И к нему идет вот такая вот симпатичная сыворотка. Также сыворотка для лица с витамином С и неоцинамида. Вот так вот симпатично она смотрится. Тоже, кстати, пластик, но выглядит очень даже так. Так, потом вот такие вот пакетики повышают жизненный тонус со вкусом черной смородины. У меня сейчас такая была для стройности. Не особо, конечно, я заметила этот эффект. И такая сейчас у меня просто для женского здоровья. Сейчас ее тоже передней сетки пробиваем. Потом гель-флюид для умывания. Вот такой вот симпатичный. И последнее это тоник, я так понимаю, да? Да, тонер. Тонер, даже не тоник, а тонер для лица. В общем, вся серия для ухода за лицом. В таком симпатичном оформлении обновленном. Молодцы, чистая линия, хороший ребрендинг. Мне очень нравится оформление. Вот такая вот получилась. Ну, а я на этом буду заканчивать свой влог. И побежали мы с Колей в магазин. Мне еще надо Танюшке отправить посылочку, которую она выиграла у меня в конкурсе на Дзене. Так что, Танюшка, тебе огромный привет. Побежала отправлять тебе посылочку. Побежала.